Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета дзюдо». И в третий раз мы делаем репортаж из Сербии, город Новый Сад. Я Роман Карасьев, и мы беседуем о дзюдо, о тренировках, о эффективности тренировочного процесса с Миланом Гучичем, который любезно делится своими секретами, так назовем, и слово Милану. Здравствуйте, уважаемые зрители, зрители, тренера, участники соревнований. Так, это не секрет, это мы все учили, все знаем, но слово идет о букве А, о начале подготовки молодых дзюдоистов, которые первый раз заходят в зал. Мы последние две съемки, которые сделали, это была одна черта букве А, другая черта букве А, а сейчас надо эти две черты связать на полную букву А. Все, что надо за первую подготовку, что дети должны узнавать, прежде чем начинают учить броски, потому что все эти элементы находятся в любом броску, в любом приеме дзюдо. Тоже будем еще немножко поговорить об ошибках, об генетике, все то, что надо решать в начальной подготовке. Буква В – это переход на страховки, это учение детей застраховать себя, чтобы не пугались упасть, но это потом будем поговорить как-то и чего. Сейчас только разговариваем о букве А, чтобы ее полностью обсудили. Ну, спасибо, давайте начнем. Так, объясняли и что это кузуши, и что это учи коми, и таи собаки, движения, нарушения равновесия, все это. Но на тренировках очень часто смотрим, что все работают на эту разминку. Но очень мало людей отвечает, за чего эта разминка. Все говорят, что бисиатские йогта были хорошие, чтобы просто не получали травм и все другое. А забывают, что это основное за детей, за обмену приема хвата. Потому что у детей руки очень слабенькие, незакрепленные, и им очень тяжело развивать прием соперника. Иди забыли. Вот, меня соперник забрал, что я слабенькие руки отрывать не могу. Я уйти не могу, потому что он крепко держит. И сейчас, смотрите, это упражнение, которое работает. Вот, рука освободилась. Другая рука стала сверху. Вот тоже, на другую сторону. Изнутри, вот, одна, другая. И если я добавляю шаг, я и наилку зайду за бросок. Детям это очень легко объяснить. Но, посмотрите, если я открываю две руки, хват, меня судя наказывает. Это шейдо. А если я, посмотрите, прохожу лёгком, посмотрите, и надавил, он сам отпустил. Но это ещё ничего. Но если я закрутил ещё руку, вот, она подошла на спину, я кручу ногой и имею бросок. Значит, это упражнение нам помогает работать. С двёй руки. Зачем? По генетике. Кто из нас рождается левше, кто правше. Кто правой рукой работает, кто левой рукой работает. Тут ничего не можешь поправить. Это так, как натура, природа дала. Но, когда мы тренируем, мы не знаем наш соперник. И зон левша, правша, как будет работать. Значит, нам придётся учить своих детей, учеников, работать и левую, и правую сторону. Поэтому, в этом начале, говорил, как делаем правильный приём, как ладошки стоят, как забираем его. И сейчас, когда делаем шаг, обязательно левая нога, левая рука. И левая нога, левая рука. И правая нога, правая рука. Тоже здесь, когда работали, правая нога, правая рука, левая нога, левая рука. Это самое важное, чтобы дети очень чётко определились, что это левая, что правая сторона. И чтобы, когда схватка идёт, не пытались. Что он начинает левую ногой, а забирает правой рукой. И сейчас не знает, что сделать. Тоже обратно. Левая рука, правая нога. Вот, сразу появляется проблень. У головы ребёнка. Чтобы это не случалось. Первые три месяца, полгода, чтобы это чётко определили. И знали, что это левая, что это правая сторона. Тоже, когда работаем движение. Сказали, когда учим ши-центай, джи-го-тай, ши-центай и тоже как на другую сторону. Сказали, учить их обмену приёма. В одно направление. Идём. Саправим приём. Раз, два, два. Обменяем, пошли на другую сторону. Раз, два. Обменяем. Раз, два. Обменяем. Это тот, что работали на разминке. В практике это движение руками. И шаг, когда собираем движение, да и собаки, и борьбу за приём хвата, за детей, им объяснять тонкости, как сеньоров, как взрослых, но им ядно тяжело. Но детям очень просто объяснить. Руки тут стоят. Зачем лёгкие идут вверх туловища. Потому что детские руки очень слабенькие. И чтобы просто эту, сказали, миши-центай, рука тут слабенькая. Чтобы ёлка опирался на туловище и имел дополнительную силу, когда забираем приём хвата. И другое. Ладошки смотрят на соперника. Так, вблизи глаза. Сверх пальцев. Смотри, он сверх пальцев. Сказали, тут смотри. И что? Когда я делаю шаг, посмотрите, руки сами попадают. Где место? Тут или здесь. Совершенно падают. Тут не включится. Тут я забираю. Здесь контролирую лёгко. Значит, если соперник пошёл меня что-нибудь забрать к моему ногу, посмотрите, руки тут стоят. Я ничего не сделал. Вот и руками даже. Забавил шаг, вот, я забираю, его руку сократил. Он сейчас добавить мой кимаро не сможет. И сейчас я забираю. Тут рука сама попала на оборотник. И вот я имею позицию за кузыши, за нарушение равновесия. Значит, ещё раз повторяем. Руки тут стоят. Соперник пошёл забрать. Вот, я руки ничего не сделал. Просто ладошки поставил на соперника. И моменту, когда начинаю, посмотрите, даже не забрал кимоно, лезвие ладошки давит на йога. Вот. И сейчас, как рука крутится, так и пальцы забирают кимоно. Я сэкономил две-три чуточки времени. Очень важнее за подготовку атаки. Говорил, если я сделаю раз, два, три, четыре, пять, И тогда это время подарю соперни подготовить контратаку. И тогда я имею шанс очень хорошо проиграть свадку. Чтобы это не случалось, значит, руки тут, свободно. И сейчас я, как сказал, на два метра, поклонились. Я сразу, как поднимаюсь из поклонения, руки автоматически оставляю здесь. И сейчас смотрю, с какой ногой он пошел потом. Иди. Вот, он пошел с правой ногой. Я сразу с левой ногой ухожу. И посмотрите, сейчас рука автоматически попала на оворотник. А сказал, у меня самое важное забрать оворотник соперника, потому что эта рука нарушает равновесие. А потом буду гонять эту руку, как, на какую сторону буду покинуть соперник. Значит, опланились, сразу руки тут, и жду. Вот, ушел. Вот, руки сами попали. И, посмотрите, надавил соперник, сразу нарушил равновесие. Милан, я думаю, что здесь надо еще раз, как бы, повторить. Вот это твое действие. То есть, когда мы это в первых наших видео об этом и говорили. Да. Мы ждем движения соперника. И идем не на него, а идем такими диагональными движениями в сторону. Да. Таким образом, мы даем себе большее пространство для атаки, захвата, маневров. Да? Да. И еще, цель я сохраняю чуть-чуть времени, потому что я не знаю, сколько закатывал мой соперник. Возможно, он имеет такое сложение, что его скорость большая, чем у меня. Это тоже генетически. Или немножко поправил салат. Подготовку. Но что? Я медленно движемся, он быстро. Если я жду, он сразу будет забрать, как он хочет. А я на это получил время. Я ничего не работал руками. Руки тут стоят, где стояли. А он попал. Вот. Я забрал кимону. Сейчас я могу идти дальше, когда я имею контроль. Вот это, обратите внимание, на мой взгляд, это одна из важных деталей. Извините. Следующее. Сказали. Иногда соперник без стреляния забрал кимону. Вот он забрал кимону. Мои руки дальше тут. Ну, и что? Я иду. Вот руки забираю. Вот рука. Руки сами ложатся на соперника. Ага. Значит, тратить время. Тур, тур, тур. Двигаться слишком много. Много раз вы смотрите на сравнение с судьями. Матэ и один, и второй это работают. Судья показывают шидо, шидо. А если рука на кимоно, значит, тут свешей нету, я даже тут сделаю. Он забрал. Но я сделал движение. Вот мой прием хваток. Он, конечно, будет тоже, кто что учили, опираться. Но дальше шладко идет. Кто как показал, кто как в теорию, кто учил, кто как подготовился. Это другое дело. Но мы говорим о первой секунде шладки. Ничего дальше от первой секунды. Поступили на травер, поклонились, ждем приказ Каджиме. И как вело Каджиме, дальше смотрим. Это первый шаг. Только первый шаг на траву, когда схватка начинается. То, что до сих пор обрабатывали. Ничего большое от этого. Еще не начали ни приемы, ни если я играю в страховку, чтобы защитить себя. Ничего от этого еще не работает. Только первый шаг. Как добраться до соперника. Это расстояние, эту дистанцию. За чего эта дистанция 2 метра. Это зона, из которой соперник меня не может добавить. Даже ногами. Это было еще в средневековье, что первое, все говорили. Когда были схватки холодным ружьем. Основное, чтобы меня никто, тот, что машет по воздуху, меня не угрожает. Но если он сократил дистанцию, вот опасно за меня. Поэтому эта дистанция стоит, чтобы эта зона безопасности заменила момент схватки. Из-за чего, я говорю, когда схватка начинается, шаг наперед опасный. Это абсорбировали. Шаг назад тоже. Значит, я иду в зиготань. Готовлю спином прямо, руки передо мной. Тут я могу работать и контролировать движение соперника. Даже, если я довольно уверен, то, что говорили в начале схватки, когда смотрели, как соперник поступает на татане, дали с правой ногой или с левой ногой. За это я знаю, если и жду, потому что я знаю, если он с правой ногой или с левой идет, значит, соперник идет левой ногой, я тоже левой ногой. Потому что, если он идет рукой забрать, вот, он промазан. Моя рука тут остала, и я себе получил сразу ситуацию за прием. И вот, он идет на меня, я сразу от этой руки уже жжаю, и вот ситуация забросов. И все сделано, и два шага. А я сейчас схватил меня на начало. А я имею позицию забросов. Преимущество. Да. И это первое важное соперник, когда почувствовал, что ему нарушается равновесие, он начинает немножко охранять себя. И если он начинает охранять, а я в свое время обменяю прием хвата и делаю у души, он начинает опираться, а судьба со стороны досмотрит, и его наказывает. И даже если я не успею откинуть его, и даже потом и один, и второй получаем его шидо, наконец результат будет, что у него три шина, у меня два. Третий шидо это консоль бумаги, и он проиграл швата. А я даже самый большой мастер, если он не имеет ситуацию за бросок, если я все время в правильной движении, правильно обменяю прием хвата, он бросок не может сделать. Поэтому новичок много раз просто выиграет, потому что его соперник промазал, потому что недооценивает, думает, что он новичок, ничего не знает, двигаться не знает, подгуза прямой хвата не знает. Потому что они, в основном, все школы учат первые броски, 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 а нет, как вести схватку. И тогда случается ситуация, да, новичок, белый, желтый пояс, выиграет даже зеленые симки. Потому что эти научили много бросков, но не знают, как пользоваться. Это как ты научил все буквы азбуки, но не научил грамматику, как эти буквы слить в одно слово и как эти слова связаться с предложениями. Так и дзюдо, поэтому мы начинаем писать букву А. Так, да, уважаемые зрители видеоканала Планеты Дзюдо, вот мы потихонечку завершили букву А. А я всем рекомендую, если вдруг вы смотрите наше видео и у вас возникают вопросы, причем вопросы разного уровня, вы в чем-то сомневаетесь, хотите уточнить, в описании к видео будет и электронная почта Милана, и телефон, где WhatsApp. И также в комментариях вы можете писать свои вопросы, Милан будет отвечать на них, будет стараться, может быть более внятно, ну так, более четко объяснить, расширенно. Ну, в принципе, наше видео начальное, как Милан, еще раз я повторю слова Милана, это только буква А, это самое начало в начало. Поэтому не стесняйтесь, создавайте вопросы, а Милан будет по возможности отвечать. Милан? Ну, так, буква в основном обработал, ну, я всегда существую, вопросы существуют. Много чего это спорт, надо объяснить и практике, потому что много чего на съемке не видно. Как я все время объяснял, например, шестой прием за оранжевый пояс, тойотуши, когда работают на экзамен на пояс, прием идет по шкоду, раз, два, и посмотрите, соперник делает уке шаг наперед, а я еще иду наперед поставить ногу. А много чего, когда съемка, и когда быстро работается, люди не увидят, что это нарушение равновесия наперед, это бросок руками наперед, и ноги закрутили, и пошли ногой назад, и когда сделают, вот болевое на колену. У детей очень часто страдает колену по этому вопросу. Потому что на съемке не видно, там показываются, шаги идут, раз, два, три, и видно, что нога колено с коленом в контакте. Но на плохом направлении нарушение, и многие, когда руки слабенькие, не успевают руками подтянут, они идут выбивать ногу. Когда выливали, колено идет на болевое и страдает. Поэтому я и попросил Романа оставить мои данные, просто эту мелочь объяснять. Если кому чего хочется расширить, как тем. Спасибо. Ну и от себя еще дополню, что Милан готов к взаимодействию. Если у вас есть желание также не только через видео, не только теорию, но также и практически по взаимодействию с Миланом, он готов приехать к вам в клуб. Но это вы уже обговорите с ним все детали, провести семинар, мастер-класс, рассказать тренера, пообщаться с учениками вашими. И таким образом усовершенствовать ваше дзюдо. Так что добро пожаловать в дзюдо. Спасибо, что смотрели наш видеорепортаж. Милан. Спасибо.